Дамы и господа, я всех приветствую. Давайте распакуем очередную посылку, которая мне пришла из Китая. Это защитное стекло, которое я заказал в магазине JD. Оно для смартфона моей супруги Xiaomi Mi A1. В общем-то, это стекло подходит на два разных смартфона. На Xiaomi Mi 5X и на Mi A1. Так как это два одинаковых смартфона с разными операционными системами, то, понятное дело, что они имеют взаимозаменяемые вот такие аксессуары. По коробке упаковано стекло просто отменно, просто изумительно прочный, качественный картон. Кстати, все запечатанное снизу, сверху, сбоку, для того, чтобы, в общем-то, видно было, что это стекло не вскрывалось. И мне очень интересно, что же я получил за небольшие сравнительно деньги. Скажу вам об одной проблеме, пока распаковываю, с которой столкнулся я, пока вот моя супруга пользуется Mi A1. Дело в том, что найти хорошее качественное стекло на этот смартфон практически нереально. Во всяком случае, я не мог найти нормальное стекло, хотя перепробовал разные варианты, и дорогие, и дешевые. И все, что я пробовал, было либо такое себе по качеству, либо хорошего качества. Но у всех стекол была одна проблема. Это воздушные прослойки по краям. Они появлялись со временем, либо сразу, но они никак не убирались. Я с этим столкнулся уже, ну, наверное, с четырьмя разными стеклами. Единственное, что очень круто лежало на экране этого смартфона, это оригинальные пленки от Xiaomi. Но оригинальные пленки довольно мягкие, и они не всегда являются, в общем-то, довольно прочными. Не во всех ситуациях они могут спасти экран. Поэтому было решено попробовать вот такое стекло. Есть полный комплект, антидустер, чтобы убирать пыль. Есть две салфетки, влажная и сухая, для очистки. И есть специальная жидкость для того, чтобы можно было воздушные прослойки убрать. Я обязательно все это буду использовать, и сегодня же я наклею на смартфон своей супруги это стекло. И мы проверим, нормально оно или нет. Потому что я уже, честно говоря, устал искать стекла. Пленки оригинальные это хорошо, но стекло это намного лучше, намного интереснее. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Если кому-то интересно, где заказывал, ссылка будет в описании. Там же вы сможете узнать актуальную цену. И там же в описании вы найдете ссылку на кэшбэк, чтобы сэкономить при покупке. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения и пока. Ну что ж, дамы и господа, давайте попробуем, в общем-то, установить это стекло. Оно занимает практически полностью весь экран. Поэтому будет довольно нелегко его установить. Первая салфетка, которая должна быть влажной, она здесь сухая. Она должна быть на спирту и должна быть влажной. Как вы можете заметить, она сухая. Поэтому будем делать все, как нас чем снабдил продавец. Естественно, у меня есть возможность протереть влажной. В целом стекло чистое. Я недавно его чистил, перед тем, как клеил сюда другое стекло, которое я только что снял. И вот как оно ощущает себя на экране. То есть, воздушные прослойки здесь есть. Конечно же, они отчетливо видны. Но мы сейчас добавим жидкости. И посмотрим, уйдут ли они. И если уйдут, то надолго ли. Потому что предыдущее стекло тоже лишилось воздушных прослоек. Но в целом они все равно остались. То, что я увидел, то, что первая салфетка, которая должна быть влажной, оказалась сухой. У всех бывает брак, конечно. Но я думаю, что это стекло меня может разочаровать. Посмотрим. Для того, чтобы убрать воздушные прослойки, нам тут дается такая кисточка и специальная жидкость. В общем-то, что могу сказать. Это довольно старая технология. Потому что сейчас уже все это дело у нас оформляется в такой специальный тюбик. Сейчас я покажу, как он выглядит. То есть, последние все стекла, которые я клеил, я уже вот таким вот тюбиком использовал. Этот тюбик с такой же жидкостью, просто это более удобно в нанесении. Но я буду использовать именно эту жидкость для того, чтобы не было никаких вопросов потом от продавца, от вас и так далее. То есть, все делаем максимально точно и честно. Вот немножко буквально жидкости нанес. И видно, что она туда подтягивается потихоньку. Ну, в общем, сейчас все вокруг обведу и сделаем выводы. Ну что ж, вот что в итоге получилось. Видно, что потихонечку в некоторых местах жидкость уже подсасывается. И могу сказать, что жидкости ушло довольно много. Потому что воздушные прослойки широкие. Времени ушло на это тоже прилично. Потому что кисточку надо обмакнуть, потом аккуратно ею повести. Это нелегкий процесс. Все-таки с тюбиком было бы поудобней. Ну что ж, выводы свои я расскажу через некоторое время, через несколько часов. Ну что ж, дамы и господа. Прошло определенное время. Сейчас у нас уже 10 часов. 20 октября. Что я могу сказать по поводу этого стекла? Оно неплохое. Оно имеет хорошую олеофобку. Очень все приятно свайпается. То есть само стекло по качеству, по тому как оно сделано, оно отличное. Но есть некоторые недочеты все равно по поводу воздушных прослоек. О чем я говорил, это огромная проблема на этот смартфон найти стекло, у которого не будет воздушных прослоек. Вроде бы как жидкость везде затекла. И вроде бы как все нормально. Но вот здесь внизу, например, если вы посмотрите, то все равно видно какие-то воздушные пятна. Обычно такое может выйти само со временем. Конечно, я когда буду на это стекло делать уже опыт использования, то я расскажу о том, какая судьба постигла это стекло. То есть вышли эти воздушные пузырьки или нет. Может быть залью сюда еще чуть-чуть жидкости, но вроде бы как везде по краям жидкость уже хорошо затекла. И поэтому я особо здесь не вижу никаких проблем. Только здесь внизу есть чуть-чуть по 10-бальной шкале, то наверное этому стеклу я поставил бы 8,5. Потому что оно имеет хорошую олеофобку. Это у меня сейчас руки просто жирные и грязные. Я сейчас эту жидкость вытирал, трогал и она у меня на руках. Сейчас на данный момент сказать, что это лучшее стекло, которое у меня было для Xiaomi Mi A1 и он же Mi 5X. Потому что очень тяжело на этот смартфон найти какие-то стекла. Я уже столько понакупал, столько перепробовал. Это действительно легло лучше всех. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения. Ссылка на стекло в описании, там же ссылка на кэшбэк. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!